здравствуйте меня зовут сергей медведский и вы на канале текстиль эксперт сегодня мы начинаем целый цикл передач который будет называться как выбрать пряжу часть 1 как выбрать линейную плотность и что это такое и так предположим вы предприниматель вы начальник швейного производства ткацкого трикотажного вы бизнесмен или вы продажник или вы молодой специалист на предприятии вы просто студент или вы домохозяйка который любит текстиль как же вам выбрать пряжу вы решили сшить или продать какое-то изделие вам нужно выбрать пряжу сколько вопросов сразу возникает какой должен быть состав этой пряжи какая толщина по какой цене вы готовы купить какого качества это должна быть пряжи даже какого цвета сегодня мы начнем с первого опроса определимся как выбрать толщину пряжи почему это важно потому что толщины пряжи зависит внешний вид от толщины пряжи зависит вес изделия и соответственно его стоимость как же оценить какая пряжа у вас тонкая или толстая может быть будем оценивать по диаметру толстая или тонкая на самом деле это неправильно потому что если мы возьмем две нити одинакового диаметра одну полиэфирную а вторую хлопчатобумажную у них разная плотность объемная плотность а это значит что вес или масса изделия из этих нитей при одинаковом диаметре будет разным таким образом диаметр не подходит для определения толщины это будет не объективно какие же есть более объективные характеристики наиболее общей принятой единицы в мире является линейная плотность пряжи что это такое линейная плотность масса единицы длины обозначается буквой t и раз это масса единицы длины в числителе у нас будет масса в знаменателе длина за единицу массами берем граммы за единицу длины берем километры грамм на километр грамм на километр это и есть текс линейная плотность пряжи измеряется в тексах сколько грамм весит километр пряжи или нитей такая единица измерения используется в нашей стране в россии в беларуси странах средней азии и вам некоторых европейских странах одна из общепринятых единиц измерения и так линейная плотность пряжи 10 текс означает что километр такой пряжи весит 10 грамм это тонкая пряжа километр всего 10 грамм если же мы говорим что линейная плотность пряжи 100 текс значит километр весит 100 грамм это пряжа толстая таким образом чем меньше ты линейная плотность тем тоньше пряжа учитывайте это выбирая пряжу для своего производства существует следующая классификация в нашей стране тонкой считается пряжа линейной плотности от 5 до 15 4 текса это пряжа для самых тонких тканей рубашки блузки сорочки бельевой трикотаж и так далее пряжа средней линейной плотности от 15 до 50 текс это может быть пряжа для тканей брючных джинсовых костюмных и так далее и пряжа большой линейной плотности или толстая пряжа от 50 до 100 текс например это пряжа для верхнего трикотажа за рубежом применяется немножко другая классификация расширенная более 40 толстая пряжа большой линейной плотности 16-40 средней линейной плотности от 7,5 до 16 малой линейной плотности и за рубежом еще выделять супер тонкую пряжу от 2 до 7,5 текс ну такой пряжи на самом деле в мире получают очень мало технологии очень сложные представьте что такое пряжа 2 3 даже 4 текс километр пряжи весит 4 грамма это супер тонкая пряжа и получить очень сложно стоит такая пряжа очень дорого но зато представьте насколько комфортный будет изделие такой пряжи если платье из тонкой пряжи будет весить около 10 грамм представляете какое оно легкое приятное комфортное например в летнюю погоду ну и изделия такие будут стоить соответственно дорого существует кроме того различные вариации в системе текс ну точно так же как и метра сантиметры миллиметры дециметры системе текст используются милли текс и децитекс и и килотекс и милли текс тысячи милли текс это один текс записывать м текс это очень тонкая но очень маленькая характеристика 1 тысячная текса используются чаще всего для определения линейной плотности волокна у меня в руках хлопка и волокно если отсюда вытащу одно волокно то практически его невооруженным глазом даже и не видно поэтому достаточно редко применяемая система измерения например линейная плотность волокна 0 158 текс мы умножаем на 1000 получаем 158 милли текс так все очень просто следующие единицы измерения dc текс 1 dc текс это 0 1 текс по аналогии 1 метр это 10 дециметров обозначается dc текс d текс иногда ленивые китайцы вообще пишут одну только букву d поэтому вы знаете что это линейная плотность чтобы перевести одну единицу в другую dc текс и мы делим на 10 и получаем текс например 75 dc текс разделить на 10 это 7 с половиной текс такую единицу измерения чаще всего сейчас используют для обозначения линейной плотности комплексных химических нитей пряжа в тексах а вот химические нити любят dc тексов особенно если вы имеете дело с торговцами из китая из кореи чаще всего они пользуются именно dc тексами например вот я нашел пример в интернете какой-то газон и искусственная трава линейная плотность каждой травки 8800 dc текс это 880 текс каждая травинка и линейная плотность килотекс тоже достаточно специфическая единица измерения один килотекс записывается к текс равняется 1000 текс используется для обозначения линейной плотности полуфабрикатов различных прядинного производства а также веревок канатов и шнуров для того чтобы перевести килотексы в тексы мы должны килотексы умножить на тысячу все очень просто и получим тексы 2 и 2 килотекс умножаем на тысячу получаем 2200 текс или вот я нашел тоже в интернете шпагат джутовый 167 килотекс это будет 1670 текс кроме линейной плотности существует метрическая номерная система измерения для линейной плотности нити например номерная система измерения номер метрический обозначается буквой n или nm это все характеристики одно и одного и того же толщины пряжи и линейной плотности что это такое номер номер метрический показывает длину пряжи весом 1 грамм то есть если мы взвесим 1 грамм пряжи размотаем и посмотрим сколько метров из этого 1 грамма пряжи получилось длина весом 1 грамм и так номер это обратная единица линейной плотности длина разделить на массу длина в метрах масса в граммах такая система измерения тоже очень широко распространена нужно научиться переводить одно в другое есть очень простая простой перевод если номер умножить на т линейной плотности получается 1000 то есть мы легко переходим от одного к другому такая система измерения очень широко применялась во времена советского союза сейчас тоже применяется но несколько реже применяется она и за рубежом переведем одну единицу измерения другое например номер пряжи равен 100 1000 делим на 100 получаем 10 текс номер пряжи 50 это 20 текс или наоборот линейная плотность 40 текс это 25 метрический номер здесь соотношение наоборот чем больше или выше номер тем тоньше пряжи вот такая еще одна единица измерения кроме метрического номера существует английская метрическая система и английский метрический номер обозначается буквами n-e или иногда neck почему английская вы знаете что в англии в америке другая система мер и весов у нас это метры сантиметры килограммы в англии это дюймы фунты мили ярды и так далее сейчас бы достаточно сложная характеристика единицы измерения но запоминать ее не обязательно что такое 1 н е или не сну по характеризующий пряжу показывает сколько мотков пряжи длиной по 840 ярдов а это 768 метров весит один английский фунт 451 грамм то есть сколько мотков такой-то длины из одного английского фунта достаточно сложная для нашего восприятия единицы измерения но есть очень простая переводная формула что перевести тексы в н е если мы 590 с половиной разделим на н е мы получим текс это при переводе одной системы единицы другую например линейная плотность 20 текс делим 590 половины на 20 получаем номер английский 29 с половиной номер 50 это 11 8 текс в этом случае как и с номерами чем больше н е тем тоньше пряжа еще одна единица измерения но это еще не все как никак не странно существует еще линейная плотность во французской системе измерения обозначается буквами дн или данье что это задание что это еще за единица измерения данье показывает сколько грамм весит 9 километров нить или пряжа линейная плотность пока сколько весит километр данье сколько весит 9 километров тоже масса деленная на длину но здесь за единицу массы грамм за единицу длины берется 9 километров перевод достаточно простой линейную плотность мы умножаем на 9 и получаем данье например 7 текс умножить на 9 получается 63 данье где применяется такая система измерения всем девушкам женщинам девочкам известно что в дэнах измеряют толщину колготок от 10 до 15 дэн считаются тонкие колготки около 30 дэн обычные и 70 дэн плотные колготки почему такая специфика что именно колготки в дэнах ну все знают что мода на колготки на чулки пришла из франции после второй мировой войны когда советские войска значит попали в европу и тогда колготки впервые стали попадать в советский совет так укрепилась что линейный плац колготок до сих пор измеряют в дэнах чем меньше дэн дэнье тем тоньше пряжа как и с линейной плотностью но даже это еще не все существует и более редкие единицы измерения которые применяются очень специфически и мы на них останавливаться не будем например шерстяной номер пряжи льняной номер пряжи есть даже такая система измерения как йоркширский номер пряжи показывает сколько можно сделать шотландских килтов если остричь 1 йорк и вот возникает вопрос как бы так много разных систем измерения что делать вам нужно купить пряжу здесь в английских номерах и здесь в метрических в дэнье можно же с ума сойти от этого сегодня вы покупаете у одного поставщика в тексах завтра вы покупаете эту же пряжу из китая уже в децитексах а послезавтра вы заводите из европы в номерах кошмар да и только правда почему же этим людям не договориться между собой и ввести какую-то одну единицу измерения действительно попытки были в 1956 году международной ассоциацией по сертификации было решено перевести измерение линейной плотности в тексах после чего система текс стал широко внедряться несмотря на то что прошло уже 70 лет ввоз и ныне там и все равно масса различных систем измерения я могу это понять когда мы говорим о россии беларуси и англии окей разные системы меры весов но даже находясь в одной стране половина фабрик ткацких трикотажных прядиных и швейных используют линейную плотность в тексах половина в номерах до сих пор не могут договориться и это вызывает очень большие неудобства поэтому будьте всегда очень внимательны заказывая нити или пряжу линейной плотности вам нужно тщательно следить в какой системе измерения вы работаете и в какой вы покупаете эти изделия на этом все надеюсь вы разобрались с этим непростым вопросом пишите в комментариях о чем еще вам интересно было послушать всем привет